Здравствуйте! В эфире ЛРТ, программа «Итоги недели» в студии Андрей Лаванов. Коротко о главных событиях прошедших дней. Наше предприятие развивается. У нас есть планы по усилению и с точки зрения персонала, коллектива. А в распоряжении объединенного комбината благоустройства появилась новая техника. На данный момент в рамках подготовки к отопительному периоду, в следующем, производятся работы по настройке горелок, чистке котлового оборудования для увеличения КПД. Люберецкие котельные готовят к зиме. Елена с нами всегда занималась, всегда показывала, учила нас. Мы многому научились. Все супер, все очень понравилось. О заключительном этапе конкурса «Люберецкая супербабушка-2023» смотрите в сюжете. Хорошая команда очень у нас. Это сильные игроки у нас очень. Надеюсь, выиграем. Во Дворце спорта провели региональный отборочный этап Кубка губернатора по волейболу. А теперь подробнее об этих и других новостях. Новая уборочная техника пополнила автопарк объединенного комбината благоустройства и ЖКХ «Люберец». Арсенал обновляется каждый сезон, а качества и возможности новой техники улучшаются. С закупкой помогает область. Перед первым выходом на линию проверка готовности машин и персонала. Подробнее у моих коллег. Здесь пульки, то же самое, все видно, где что опускается. Своим ходом сюда доехали. Автоматизировано практически все. Перед началом эксплуатации водители прошли специальную подготовку. Ведь до сегодняшнего дня такой техники на вооружении комбинальщиков «Люберец» не было. Делали мы на такой технике в день до, по-моему, 60 или 70 ян. Ну, разные, понятно. Швы очень удобно заделывают. Но ошибка была первая. То же самое, когда технику только привезли, не промыли систему, но там через месяц, допустим, забыли. Там все забилось, потом проблема была, опять что-то меняли. Этот человек нам вчера все объяснил. Вот эти ошибки. Да, да, все это. Все показал, все рассказал. Техника для заделывания дорожных выбоин и швов. Большие малые прицепные пылесосы для каждого вида загрязнения свой. Вышки с выносом стрелы до 28 метров для опиловки крон-деревьев. Экскаваторы и газели для перевозки оборудования и бригад. Наше предприятие развивается. У нас есть планы по усилению и с точки зрения персонала, коллектива. Мы, конечно же, приглашаем молодежь. Это предприятие, которое всегда 24 на 7 находится на пике благоустройства, в гуще событий. Конечно же, там просто интересно работать. В ближайшее время в распоряжении объединенного комбината благоустройства появится еще шесть новых самосвалов и другая современная коммунальная техника. В Люберцах продолжается подготовка к осенне-зимнему периоду. Плановые профилактические работы проводят в котельных, в ЭЗУ, на канализационных станциях и тепловых центральных пунктах. Наша съемочная группа побывала в котельной на улице Шевлякова и узнала, как ее готовят к предстоящей зиме. Котельной на улице Шевлякова больше 60 лет. В 2016 году здесь провели масштабную реконструкцию. Старое оборудование заменили на жаротрупные современные котлы. Модернизация позволила увеличить мощность объекта с 6 до 18 гигакалорий в час. На данный момент в рамках подготовки к отопительному периоду, следующего, производятся работы по настройке горелок, чистке котлового оборудования для увеличения КПД. А также работа по запорной арматуре, проверка и, соответственно, насосным оборудованием. Эта котельная обслуживает 30 многоквартирных домов, детский сад и школу. В настоящее время подача горячей воды в этих объектах возобновлена. По всему городскому округу такие работы проводятся. Эта котельная, конечно же, не исключение. Наша задача к августу месяцу подвести все пусконаладочные работы, это, чтобы в дальнейшем мы уже были готовы в случае понижения температуры в любой момент включить наши котельные по всему городскому округу. На сегодняшний день готовность всех котельных городского округа составляет почти 40%. Всего на балансе Люберецкой теплосети 75 таких объектов, а также 90 ЦТП и 275 километров теплотрасс. В городском округе работает одно из ведущих и старейших предприятий инструментальной отрасли России – Томилинский завод алмазного инструмента. В настоящее время он представляет собой научно-производственный комплекс, где не только выпускают серийную продукцию, но и разрабатывают новые виды алмазов и сверхтвердых материалов. Подробнее о работе предприятия в нашем следующем сюжете. История Томилинского завода алмазного инструмента началась еще в начале 20 века. Недалеко от деревни Кирилловка производили шкурку для шлифования. Но уже в 1959 году предприятие стало выпускать шлифовальные круги из отечественных синтетических алмазных порошков. Год за годом и десятилетие за десятилетиям завод развивался и открывал новые возможности. И сегодня компания тоже не стоит на месте. Много идет работы сейчас по импортозамещению. Идут разработки, испытания. Есть ряд предприятий, которые нам идут навстречу. Такие, как Калашников, дополнительные предприятия по Ростеху, Уралвагонзавон. Работаем, стараемся максимально заняться импортозамещением. И останавливаемся в разработках. Есть перспективы роста, есть положительные результаты. Основные заказчики Томилинского завода «Алмазного инструмента» – крупнейшие промышленные предприятия России, стран ближнего зарубежья, а также Италии, Франции и Турции. За последний год количество выпускаемой продукции увеличилось на 80%. Предприятие, которое делает уникальную продукцию и по некоторым позициям единственное предприятие на территории Российской Федерации. Задача поддержать и находиться в такой связке взаимодействия и в нужный момент подключиться, чтобы дать новый виток развития, толчок. Конечно же, этим мы занимаемся на постоянной основе. С 2020 года из-за большого количества заказов завод перешел на двухсменный график работы и увеличил штат сотрудников. На данный момент на предприятии трудится около 120 человек. Набор специалистов продолжается. Луиза Игязарян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. 3 июля представители ГИБДД отметили профессиональный праздник. Именно в этот день, в 1936 году, была образована Государственная автомобильная инспекция МВД СССР. В Люберцах чествовали сотрудников, которые отличились в службе и ветеранов, посвятивших всю свою жизнь этой нелегкой профессии. Их обязанность – обеспечивать порядок и безопасность на дорогах в любое время суток и при любых обстоятельствах. И даже профессиональный праздник – не исключение. Ранним утром сотрудники ГИБДД собрались в актовом зале, чтобы принять поздравления и приступить к работе. Мы с вами работаем в нелегкие времена, в течение определенного времени. Пожелать всем здоровья, семейного благополучия и, конечно, мирного неба над головой. И всем сказать большое спасибо за тот вклад, за ту работу, которую мы с вами сейчас сделаем на благо населения. В службе лично каждому сотруднику только развитие, только благополучие, чтобы действительно мирное небо над головой было и солнце, как сегодня светило всегда, чтобы все получалось. Поэтому вам огромное спасибо за вашу работу. Глава городского округа Люберца передал начальнику госавтоинспекции два сертификата на квартиры. Они будут вручены сотрудникам, которые нуждаются в жилых помещениях. Ряд представителей отдела ГИБДД отметили почетными грамотами и знаками отличия. В органах внутренних дел я работаю с 2004 года, а конкретно в Люберецком ГИБД – с 2007 года. Мы с помощником заступаем на сутки в дежурную часть, принимаем обращения, заявления граждан, сообщения о ДТП. В наши обязанности входит немедленно реагировать на сообщения о преступлениях, правонарушениях, то, что мы делаем, и помогать людям. Люберецкая госавтоинспекция обслуживает территории пяти городских округов. На Сраже безопасности стоят более 140 сотрудников. Лето – сезон поездок на велосипедах, мотоциклах и самокатах. Чтобы он прошел без травм и ДТП, необходимо соблюдать правила дорожного движения. Инспекторы Люберецкой госавтоинспекции напомнили об этом на профилактическом рейде. Место проведения рейда улица 8 марта у дома 53А выбрано не случайно. Недавно на этом перекрестке произошло ДТП, в результате которого пострадал несовершеннолетний водитель битбайка. Именно поэтому в поле зрения инспекторов прежде всего дети и подростки. «Участники дорожного движения должны соблюдать определенные правила ПДД. Это какие вы находились на велосипеде?» «По пешеходному приходу проходить пешком». «Пешком, то есть слезать с велосипеда, да?» «Также если вы на самокате, то тоже слезать, да?» «То есть в проезжей части…» «Не кататься нельзя». Чтобы юные велосипедисты не забывали эти правила, инспектор вручил им памятки и порекомендовал носить велозащиту. Эти же правила действуют для водителей, средств индивидуальной мобильности и мототехники. «Если несовершеннолетний участник дорожного движения передвигается на мотобайке, по проезжей части передвигаться ему ни в коем случае нельзя. Если автоинспекторы ДПС выявили такое нарушение, то, соответственно, мотобайк задерживаем и передаем дело уже участковому полиции. Соответственно, родители этого ребенка будут нести ответственность за него». О правилах безопасного передвижения сотрудники ГИБДД напомнили и взрослым. В летний период подобные рейды инспекторы проводят регулярно. Главная цель – снизить аварийность на дорогах и предотвратить несчастные случаи. Завершился весенний призыв. 26 новобранцев отправились на службу Родине. По доброй традиции от военкомата их провожали родители, глава округа, ветераны военной службы и наша съемочная группа. Изучение военной науки, полоса препятствий, боевое дежурство и стрельба из автомата будут совсем скоро. А пока своих мальчиков с волнением и слезами на глазах провожают в армию любимые девушки и родители. Здоровые все, мотивированные на службу ребята. Все с хорошим настроением покидают. Родители тоже вполне, так сказать, довольны своими детьми. Ну, в готовности через год встретить бодрыми, подросшими и возбужавшими. Отправлять срочников в зону специальной военной операции не будут. Они пройдут службу в Московской и ближних к ней областях. А поэтапное повышение призывного возраста начнется со следующего года. Сейчас же набирают молодых людей от 18 до 27 лет. Кто-то из вас действительно выберет профессию военного. Конечно же, этот период нужно постараться пройти достойно, впитать все знания, которые будут давать вам командиры. И, конечно же, то, чем вы будете заниматься год, а это служить, защищать, это всегда было честью, это всегда было высочайшим уровнем доверия. Как показывает практика, число тех, кто решил стать военным, растет. Темпы набора контрактников вооруженной силы России только в июне увеличились до 1400 человек в день. В ходе весенней призывной кампании из городских округов Люберца, Держинский, Котельники и Лыткарина ушли служить 362 срочника. Конкретно из Люберец – 196. В средних и высших учебных заведениях городского округа Люберцы прошли выпускные. Уже бывшим студентам вручили главные документы получения образования. Наша съемочная группа побывала на празднике в техникуме имени Гагарина. Разрешите мне торжественное мероприятие, посвященное выпуску 2023 года, объявить открытым. Четыре года учебы позади. Теперь эти юноши и девушки – дипломированные специалисты. Поздравить с этим событием еще вчерашних студентов и студенток пришли родители, близкие друзья и почетные гости. Начинайте работать, дерзайте, будьте оптимистами, будьте мега амбициозными, как был Юрий Алексеевич Гагарин. И, конечно же, на примере вашего однокурсника в разрыве многих десятилетий, а он является вашим однокурсником, это традиции, которые были заложены. На этом примере можно доказать абсолютно всем, в первую очередь, конечно, себе, а в дальнейшем всем, кто вас окружает, что вы являетесь самыми лучшими, самыми умными, самыми профессиональными. В этом году техникум имени Юрия Алексеевича Гагарина выпустил во взрослую жизнь 495 человек. 107 выпускников достигли особых успехов в учебе и стали обладателями красного диплома. Я училась на повара-технолога. Я чувствую огромное счастье, что я получила красный диплом, что у меня все получилось, и я счастлива, что я вышла замуж прямо перед выпускными. Я рад закончить этот техникум, и за 4 года многое сделал, добился успехов. С самого начала хотел добиваться высоких целей и поставил себе высокую задачу, и вот я ее совершил, достиг. Во время торжественного мероприятия выпускники и гости повторили знаменитую фразу, которую произнес Юрий Гагарин перед своим путешествием в космос. Поехали в новую творческую профессиональную жизнь. С праздником, дорогие ребята! Грандиозный праздник в честь Дня молодежи прошел на берегу Кореневского карьера. Для виновников торжества, а также жителей и гостей городского округа Люберцы провели первый пляжный фестиваль силы стихий. Какая там царила атмосфера, расскажет Луиза Егезарян. Кубинские танцы на Люберецком пляже. Научиться исполнять сальсу и бачата можно прямо здесь. Мастер-класс от хореографа для разогрева и поднятия настроения. А пока одни танцуют в ритме ча-ча-ча, другие взяли в руки волейбольный мяч. Это очень крутой праздник. Я решила, что нельзя такое пропустить. Решила прийти с ребятами вместе. И решили поиграть в волейбол. Мы хорошо играем. В принципе, ребята хорошо играют. Надеюсь на победу. Но абсолютно все пришли сюда не за победой, а за новыми впечатлениями и эмоциями. У каждого была возможность принять участие в увлекательных мастер-классах по росписи шоперов, акрилам и футболок в технике тай-дай. Мы подготовили такой интересный арт-объект, который вы можете видеть сзади меня. Креативная машина. Это, наверное, из разряда «мама» не заругает. Можно написать на ней доброе пожелание. Она, конечно же, останется нам на долгую память. Потому что за молодежью наше будущее. И это, наверное, один из немногих дней. Не скажем, что он профессиональный. Он профессиональный, скорее всего, для нас, для работников этой сферы. А для ребят это как возможность найти себя, раскрыться в разных площадках, разных проектов во всех городах России. В формате пляжного фестиваля День молодежи отметили впервые. Обычно этот праздник проходил в парках городского округа. Новинка пришлась по душе девушкам и юношам. Настроение великолепное. Просто море позитива, эмоции переполняет. Праздник очень крутой. Мне все очень нравится. Ребята все классные и позитивные. Но по-настоящему эмоции начали переполнять чуть позже. Изюминкой молодежного фестиваля стала пенная вечеринка. Луиза и Геазарян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Еще одна детская площадка появилась по губернаторской программе. Новую игровую зону обустроили в деревне Марусино на улице Заречная. Жители ее уже оценили и поделились мнением с нашей съемочной группой. 450 квадратных метров, где можно играть и весело проводить время. Появление такой детской площадки жители Заречной улицы ждали давно. Раньше на этом месте тоже была игровая зона, но она устарела и не устраивала детей и взрослых. Здесь что было раньше? Ну, как сказать, очень сильно разломанная площадка. Страшно было детей отпускать, железки торчали. А так? Мы только в песочнице играли, потому что было страшно ребенка отпускать. Здесь мы дождались то, что хотели. Раньше горки всякие были, но качельки, помню, две были. Но они мне не нравились. Они очень низкие были, во-первых. Во-вторых, они были со спинкой. Ну и они очень много ломались, поэтому их очень много меняли еще. Именно поэтому жители деревни Марусино приняли участие в голосовании на портале Добродел. Благодаря их активности этот двор вошел в губернаторскую программу. Данная площадка оснащена освещением. Дальше размещены для досуга родителей также лавочки. Ну и в основном все для ребенка. Это подвижные элементы, это качели, это песочница. Это песочный городок, который недавно реализовался. Немножко по-другому выглядит, не как песочницы обычные. Это отдельное пространство для большего количества детей, для провождения времени. По проекту детскую игровую площадку должны были открыть 1 сентября. Но работу проделали с опережением графика, чтобы деди могли в полной мере насладиться летом. Двигайся! Добри! Они приготовили вкусные завтраки, преодолели спортивные состязания, раскрыли свой творческий потенциал, а теперь продефилировали на сцене. Соревновательная часть проекта «Люберецкая супербабушка» завершилась конкурсом красоты. На заключительном и самом зрелищном этапе побывала Луиза Егезарян. Участница номер 4 Насталья Орлова. Друг за другом на сцену Дворца культуры выходят 33 участницы конкурса «Люберецкая супербабушка». Сегодня они почувствуют себя настоящими моделями. Они предстанут перед членами жюри в четырех разных образах. Приходили, готовились, занятия были. Елена с нами всегда занималась, всегда показывала, учила нас. Мы многому научились. Все супер, все очень понравилось. Результаты занятий налицо. В то время как зрителей развлекали артисты и ведущие, «Люберецкие супербабушки» перевоплощались за кулисами. Под бурной овацией они синхронно танцевали и дефилировали в образе домохозяек, путешественниц и спортсменок. Заключительный выход в вечерних нарядах. До подведения итогов конкурса почти два месяца. Но все это время участницы проекта не будут сидеть без дела. Впереди у них насыщенная культурно-досуговая программа. С 15 июля мы всей группой выезжаем в отель Орловский на Орлов фест, где будут представлены дизайнеры, модельеры. И я думаю, что наши супербабушки станут каким-то даже участниками этого действия. И в августе мы поедем. У нас несколько вариантов, куда поедут. Поэтому сейчас у нас на обсуждение. Либо мы поедем в Тулу на праздник пряника, либо у нас есть предложение поехать в Рязань на праздник малины. Но главное событие произойдет во время празднования 400-летия города. 2 сентября станет известно имя обладательницы титула «Люберецкая супербабушка-2023». Ну что ж, дорогие друзья, это наши немецкие супер-бабушки. Уэйза и Гязерян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. В начале лета в Московской области стартовал новый проект «Завтрак в Подмосковье». К нему присоединились 140 заведений общественного питания, два из них в городском округе Люберцы. Как реализуется проект в ресторане «Поль Бейкери» расскажем в сюжете. Доброе утро. Рады вас приветствовать в нашем заведении. Привет. Пожалуйста, меню. У нас есть специальное предложение «Завтрак в Подмосковье». Пожалуйста, ознакомьтесь, выберите. Спасибо большое. В состав меню «Завтрака в Подмосковье» в ресторане «Поль Бейкери» входят четыре наименования блюд. Сырники с малиной и сметаной, драники, омлет с лососем и шпинатом, ленивые вареники и на выбор напиток кофе или чай. Валерий, у нас новый заказ. Омлет с лососем и шпинатом, пожалуйста. Заказ принят в работе. Ждать заказ долго не пришлось. Пять минут – и всё готово. Ну вот я попробовала омлетик вот со шпинатом. Вот такая прелесть. Вкуснятина. Нежно-нежно. Приготовлено. Ой, честно сказать, у меня даже дома так не получается. Так вкусно. С любовью приготовлено. Алина Овсянникова тоже пришла в этот ресторан впервые. О проекте «Завтрак в Подмосковье» узнала от знакомых. Я пришла сюда первый раз. Я заказала блюдо «Ленивые вареники». И хочу сказать, что это очень вкусно. Огромное спасибо поварам. Буду приходить сюда со своими друзьями. Ресторан «Поль Бейкери» открылся на Касимовском шоссе 12 лет назад. Здесь часто радуют посетителей новыми акциями и предложениями. К проекту «Завтрак в Подмосковье» заведение присоединилось в начале июня. Мы вообще всегда открыты ко всему новому. Нам показался проект очень интересным и перспективным. Интересным будет для наших гостей. Здесь каждый человек найдет для себя, что попробовать и чем порадовать утром себя и свою семью. Все лето будет действовать специальное меню завтраков. И мы ждем всех гостей, наших постоянных и тех, кто у нас еще не был. Всегда наши двери открыты каждый день. Меню завтраков в Подмосковье в ресторане «Поль Бейкери» действует по будням с 10 до 13 часов, выходные с 10 до 15. События последних лет. Пандемия коронавируса и антироссийские санкции дали стимул для развития отечественного производства и фермерских хозяйств. В стране вырос спрос на мясную, рыбную и молочную продукцию с пометкой «Сделано в России». В городском округе приобрести фермерские изделия можно на Малаховском рынке. Наша съемочная группа оценила ассортимент. Первое, что бросается в глаза при входе на Малаховский рынок – яркая витрина с овощами и фруктами. В любой сезон и день недели на этих прилавках свежие вкусные плоды. Теперь всегда в наличии рыба и морепродукты. Недавно предприниматель из Астрахани открыл здесь свою торговую точку. В нашем ассортименте есть абсолютно все. Это копченая рыба, часть из которой мы сами коптим в Астрахани и сюда привозим. Часть покупаем у проверенных поставщиков. Если, допустим, взять там лосось, это Мурманск, осетр охлажденный, также вот белуга, альбинос – одна из самых редчайших рыб вообще в мире. Это все привозим из Астрахани. Всегда в наличии экрана и свежайшая красная, черная и щучья. Что касается мяса и молочки, то на Малаховском рынке можно купить фермерскую продукцию. Большой выбор сыров изготавливают в подмосковной Гжейле. Особенность предприятия в том, что у него замкнутый цикл производства. Мы сами заготавливаем корма, сами выращиваем животных. И вот все, что вы видите, мы делаем тоже сами. Изначально все начиналось чисто семьей. То есть вот сначала была семья, там пару коров и все. А дальше уже постепенно, постепенно мы закупали коз в Америке, например. Ездили в Италию на обучение сыров, итальянцы к нам приезжали. У нас итальянское оборудование закуплено. Постоянно ходим, потому что вот там творог, там это, там это. Здесь вот там боски, окры и так далее. Там рыбка, там кульдари. Ну, раз ходим, значит, нормально. Если бы не было нормально, то бы не ходили. С 2012 года на этом месте был только ресторан «Поль Бейкер» из собственной пекарни. И во время пандемии коронавируса вокруг точки общепита стал развиваться продовольственный рынок. На сегодняшний день это полноценный комплекс, где можно найти продукцию на любой вкус. И даже мясные деликатесы и свежие сыры из Италии. Мы как бы позиционируемся тем, что мы вот все, что делаем, своими руками, мы это сами едим, сами это любим, поэтому предлагаем это гостям. То же самое относится к рынку. Все, что они сюда привозят, мы стараемся тоже использовать в наших продуктах. Там что-то из овощей, что-то из мяса, что-то из рыбы. Мы все это используем, поэтому только качество и сервис люди могут получить. В настоящее время Малаховский рынок практически укомплектован. Скоро здесь откроют новые точки. В ассортимент добавят напитки, чай, кофе, конфеты и даже цветы. Для посетителей заведения обустроили удобную парковку. Луиз Аеги Азарян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. В округе состоялся форум «Спорт. Энергия жизни». Его инициатор – молодежный парламент при Совете депутатов городского округа Люберцы. На большом спортивном празднике работала съемочная группа нашего телеканала. Стадион «Урожай» сегодня место притяжения люберецких студентов и молодежи. Любой праздник на территории городского округа не проходит без спортивных мероприятий. И День молодежи, отмечаемый каждое лето, не исключение. Лето же – это спортивный период. В летом основные спортивные массовые мероприятия проходят. И погода на это позволяет, чтобы люди выходили на стадионы, занимались, бегали, активно проводили время. Поэтому для молодежи решили такое мероприятие форум подготовить. Программа спортивного праздника, насыщенная перед состязаниями, участники форума приняли участие в открытой тренировке с мастером спорта по самбо и дюдо Лали Курдадзе. Затем на футбольном поле начался товарищеский матч между депутатами и сборной молодежи городского округа. Команда у нас собрана из только лучших футболистов данного нашего округа. И настроена только на победу и только быть на первом месте. Участников форума также ждали турниры по стритболу среди дворовых команд и по мини-футболу на Кубок молодежного парламента. Также в этот день все желающие могли сдать нормативы ГТО. В Дворце спорта «Триумф» прошел региональный отборочный этап Кубка губернатора по волейболу. Соревнования проходили в течение двух дней. В них принимали участие женские, мужские и юношеские команды. Все подробности у моих коллег. В Малом зале Дворца спорта «Триумф» сегодня играют мужские команды по волейболу из четырех городских округов. Это лучшие спортсмены, которые удачно преодолели отборочный этап в своем муниципалитете. В сборную «Люберец» вошли 13 игроков. Им предстоит борьба за выход в финал. Хорошая команда у нас. Это сильные игроки у нас. Надеюсь, выиграем. Главное, играть слаженно, потому что это командная игра все-таки. Ну и плюс надо больше в защите играть, конечно. Поднимать все мячи. Кроме городского округа «Люберцы» в региональном отборочном этапе приняли участие команды из «Балашихи», «Электростали» и «Королева». Спортсмены сыграли три партии до 15 очков. У меня самые большие ожидания от нашей команды, потому что подобралась действительно сборная профессионалов, которых я знаю, которых знают, я думаю, многие в округе. Они все между собой знакомы, они все друг друга знают прекрасно. И очень часто говорят, что да, «Люберцы» довольно сильная сборная, и они покажут свой класс. Региональные соревнования стартовали 1 июля. После того, как определят победителей в каждой категории, состоятся финальные игры. Они запланированы на начало сентября этого года. А на этом выпуск завершен. Еще больше подробностей смотрите на нашем сайте lrt.tv или в социальных сетях. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова